здравствуйте дорогие друзья всех приветствую у нас как всегда каждое воскресенье прогноз от картеру с 11 по 17 ноября начинаем мы со скорпионов так как у скорпионов у некоторых также день рождения ну будем наверно смотреть общее давайте будем просто общие энергии давайте просто события посмотрим какие события ждут на следующей неделе скорпионов какие события ждут скорпионов ну однозначно у некоторых очень радостные да также у нас выпала тройка кубков то это день рождения праздник то то есть однозначно у некоторых день рождения будет вот это конечно самое главное событие чтобы позвать к и что еще показывает карты что у вас будет момент когда вам будет очень знаете вот для вас интересно и нужно прямо заняться с собой то вот вы прям захотите проявить интерес каким-то моментом да не забываем также что у нас на следующей неделе также будет полнолуние и вот в это полнолуние вам конечно карты показывает нужно быть немного как бы последить за собой да вот потому что есть момент конечно каких-то простудных заболеваний да и это будет однозначно и это знаете будет ближе то есть середина недели да вот так что проследите за своим здоровьем для того чтобы вы на выходные потому что однозначно день рождения если даже у вас в начале недели или середины недели то захотите вы его отпраздновать однозначно к выходным так и карты показывают обратить внимание нужно обязательно на то чтобы не простыть но вот именно так вот и национных заболеваний простуд вот что-то у меня напишите пожалуйста хорошо ли меня слышно потому что вижу что камера подвисает вот это у нас были скорпионы сейчас мы посмотрим с вами стрельцов стрельцы что же ждет стрельцов то какие события ждут на следующей неделе с 11 по 17 ноября стрельцы ну что стрельцы какие у вас будут события ну однозначно есть момент что вы захотите просто решить какие-то семейные вопросы и это будет для вас прямо очень важным так вы прям будете закладывать какие-то важные моменты вот и также обратите пожалуйста внимание на то чтобы да есть момент самообмана там и вы знаете есть моменты когда вы будете действительно какие-то переживания вот переживания в основном будут за деньги то есть какие-то финансовые моменты карты показывает а то есть если вы сможете где-то что-то приберечь где-то отложить да постарайтесь на следующей деле не вкладываться потому что сама сама обман возможен то возможно даже проверяйте то что вы хотите купить то то есть ваше вложение обязательно нужно проверить вот потому что план есть то вы решили что-то для себя приобрести для своей семьи то есть вот этот момент пожалуйста обязательно на это обратите внимание то есть это будет самое главное на что вам нужно обратить внимание потому что вы уже как бы это планируете так следующий у нас козероги посмотрим какие события ждут козерогов на следующей неделе ну козероги возможно хотят прям вы знаете у козерогов будет какая-то вот удача то вот если там есть момент даже где можно будет выбрать какой-то день и купить лотерейный билетик потому что а вдруг повезет так вот потому что здесь возможно есть возможность ну что действительно вам удача улыбнется вот и опять же вы знаете но действительно возможно это все-таки осень да возможно где-то все-таки похолодало и те кто меня сможет у вас действительно не уютно вот и прохладненько вот потому что карты опять же показывают что конечно вот именно простуда вот такие вот воспалительные заболевания есть однозначно И обратите внимание, что возможно еще также карты показывают момент, что простуда это одно, но чтобы не было таких головных болей. И что еще для вас очень важно или какое важное событие, то есть по каким-то инстанциям будете ходить, решать какие-то вопросы. И вы знаете, действительно это будет для вас решающий момент и действительно удача вам улыбнется на следующей неделе. Так что знаете как, про лотерейный билетик подумайте или я не знаю, лотерейный билетик, но есть когда в чем-то повезет. Возможно, может быть и не деньги, но удача может быть во многих, в приятной компании это тоже хорошо провести время. Добрый вечер, Татьяна. Так, следующий у нас Водолеев. Посмотрим, какие события ждут Водолеев. Хочу поблагодарить всех, кто пишет обратную связь, как проигрываются ваши прогнозы. Рада, что действительно карты четко говорят. Вот, ну что, Водолеев. Какие события ждут Водолеев на следующей неделе? Ну что, Водолеев, ну вы действительно будете очень эмоциональны, да, в полнолунии. И карты показали, у меня даже выпала карта Луны. Здесь нужно, конечно же, обратить внимание на свое здоровье, на мочеполовую систему, да. Вот, что еще очень важно, на следующей неделе у вас будет прямо какой-то момент, когда захочется просто уединиться, когда захочется просто побыть одному, когда захочется просто пообщаться со своим внутренним миром, уйти, как говорится, в себя. Вот, это для вас будет очень важно. Скажу почему, потому что вы сами с собой, есть момент, когда вы можете набраться каких-то, ну, все, как бы, поразмыслить над тем, что вы сейчас делаете, да, то есть, как бы, выстроить какой-то план, да, ну, возможно, не то, что на будущее, да, а бывает когда момент, когда нам хочется просто побыть собой и обдумать какие-то моменты. И вот следующая неделя именно для вас вот такого плана, что вы просто захотите, хочу побыть собой, пускай это будет даже момент уединения ненадолго, но это для вас будет такое очень важное событие для вас на следующей неделе, да, вот, побыть собой. Вот это у нас были водолеи. Посмотрим, что ждет рыб, какие события ждут рыб на следующей неделе. Ну, а рыб ждет, ждет, конечно, какие-то, ждет, в первую очередь, какая-то информация, да, то есть они будут получать информацию, которая будет очень важна для них, вот. И, вы знаете, даже есть моменты, когда хочется просто, ну, получить приятный какой-то подарок, да, может быть, он будет небольшой, ну, вот маленькое что-нибудь, ну, подарите мне, да, и я буду рад. Вот, и так будут рыбы, будут радоваться и захотят прям любой ценой хоть, ну, вот, чтобы кто-то что-то сделал им приятное, это для них будет очень ценно. Вот, и, конечно же, есть момент, что вы будете, дорогие рыбки, решать какие-то очень важные вопросы. То есть, возможно, даже ходить по каким-то инстанциям, то есть заключать какие-то, ну, даже пока еще не заключать, но сделать, как бы обговаривать какие-то договора, которые будут для вас очень важны, и даже очень важны будут для вашей семьи. То есть, неделя у вас должна быть очень насыщена. Так, следующий у нас Овны. Какие события ждут Овны? Овна на следующей неделе. События. Ну что, однозначно есть момент каких-то праздников, да, то есть, возможно, будете приглашены на день рождения, свадьба. То есть, есть момент, где вы действительно получите удовольствие, вам будет очень нравиться, да, это будет для вас такое радостное событие. Хотя бы сначала, возможно, будет такой момент, что вы будете недовольны этим, ну, что вас пригласили, да, будете раздумывать идти, не идти. Вот такой вот момент тоже может быть, да. Но спокойненько себе собирайтесь, идите, потому что вот этот праздник, куда вас приглашают, да, это будет для вас такой очень приятный, да, приятный событий. В следующей неделе вам прям захочется насладиться даже общением, насладиться компанией, где вы находитесь. Вот, так что можете не сомневаться, если это даже, возможно, это будет как бы не ваша компания, да, то есть, поэтому вы где-то там как бы рады, но в то же время не рады, да. Ну, это как бы для вас очень-очень положительно и хорошо, поэтому наслаждайтесь, вот, потому что неделя у вас помимо праздника, да, будет также очень продуктивно, то есть, какие-то приятности однозначно тоже будут. Вот, и момент, когда мы всё-таки можем, да, будьте аккуратны при вложении и каких-то опять, что-то интересно, карты показывают те покупки, которые вы захотите совершить, да, сначала обдумайте, проверьте, да. Вот, очень интересно, это уже, по-моему, второй знак зодиака, да, где показывают самообман какой-то, да, то есть, и, а здесь, конечно, самообман будет в какой-то очень действительно крупном, в крупном вложении или в крупной покупке, да, то есть, здесь, конечно, будьте аккуратны. Ну, что, посмотрим мы тельцов, что, какие события ждут тельцов на следующей неделе. Ну, будет что-то очень неожиданное, какие-то сюрпризы, неожиданности, да, которые, возможно, даже, какие-то, возможно, могут даже расстроить, да, но, вы знаете, вы постарайтесь как бы не спешить, постарайтесь не принимать всё близко к сердцу, да, потому что есть момент каких-то действительно неприятностей, да, просто каких-то неожиданностей, так что вы, пожалуйста, проследите за всем, что происходит вокруг вас, потому что неделя для вас будет действительно, она, во-первых, пролетит очень быстро, незаметно, вот, вы даже не успеете оглянуться и уже, допустим, опять воскресенье, да, вот, или опять там выходные, вот, поэтому действительно вам на этой неделе нужно присмотреться, прислушаться к себе, меньше всяких переживаний, потому что сюрпризов будет достаточно для вас. Да, и вы знаете, возможно, есть ещё такой момент, что у вас есть момент, чего, ну, что вы что-либо планируете, да, если вы даже захотите распланировать неделю, всё равно сделайте, да, распланируйте. Возможно, поможет, да, возможно, поможет, как бы, тому, что где-то какой-то момент приостановите, да, потому что неделя у вас даже, можно сказать, судьбоносная, да, то есть какие-то будут действительно важные для вас моменты, да, важные события, которые действительно нельзя изменить, вот, как-то прямо, ну, говорят, что оно должно случиться, оно должно произойти, и никуда, как бы это, ну, никуда нельзя от этого деться, вот, поэтому смотрите, что происходит вокруг вас. Так, это у нас были тельцы, следующие у нас близнецы. Какие события ждут близнецов? На следующей неделе. Ну что, у вас тут, конечно, какие-то договора, сделки, действительно связано всё с деньгами, с крупными суммами, да, с крупными покупками, всё для семьи, да, то есть и бизнес у вас идёт, ну, то есть у вас действительно неделя будет такая очень положительная, благоприятная, вот, то есть вам нужно, как бы, решить все вопросы, вы действительно решите, вот, вам также в помощь ваша семья, ваш партнёр или партнёр по бизнесу, да, который действительно поможет вам, да, то есть как бы у вас вот такой, ну, вот вы команда, да, если это по работе, то здесь вообще всё отлично, и семейные вопросы тоже, то есть вы что в семье, что на работе, у вас вообще всё отлично, всё прекрасно, так что самое главное событие – это вложение, это провести время с семьёй, с любимыми, партнёры, как говорится, у нас тут по бизнесу тоже рядышком, и у вас все договора, которые вы должны... Да, вы знаете, даже есть планирование отпуска, если вы с любимыми планируете отпуск, то планируете, планируете, и у вас на это даже хватит ресурсов и денег, вот, и, возможно, даже эта поездка будет даже в скором, да, то есть я обязательно в какую-то тёплую страну, где будет действительно достаточно солнышко для вас помешиваться. Вот, ну что, следующие у нас раки, да. Какие события ждут раков на следующую неделю? Ну что раки? У раков однозначно следующая неделя очень активны, да, ждут какие-то поездки, которые действительно нельзя будет ни отложить, ни перенести, должны как бы решить какие-то важные моменты и съездить по работе, возможно, да. Возможно, семья, не знаю, но я вижу именно просто, что есть поездки, да, которые нельзя изменить. Но вы, конечно, обратите, пожалуйста, на своё как бы внутреннее состояние, да. Есть, конечно, момент, когда вы действительно устанете от этого и устанете действительно серьёзно. Поэтому карты говорят, едьте, решайте и в то же время постарайтесь подключить как бы своих родных, да, попросить о помощи для того, чтобы, ну, вам как бы одним на себе вот это всё не тащить. Потому что есть момент, когда действительно... Даже здесь даже не то, что усталость. Усталость – это одно, да, но просто вы уже не будете знать, куда вам дальше двигаться. Поэтому здесь нужно будет всё-таки, да, то есть родные, близкие, семья, то есть партнёры по бизнесу, то здесь вам однозначно на следующей неделе для ваших начинаний, которые вы хотите как бы проделать, да, всю вашу работу, все ваши дела, то здесь, конечно, нужно обязательно вам будет помощь. К концу недели будет, конечно, усталость. Хорошо, это у нас были раки. Следующие у нас львы. Ну, ну что, какие события ждут львов? Посмотрим на следующую неделю. Очень такая интересная, продуктивная очень неделя, да, то есть у вас будет энергия, силы на то, чтобы заняться своим внутренним миром, заняться прямо, хотите, медитируйте, да, но у вас такая неделя вообще отличная, потому что вы можете, вы знаете, вот когда нам прямо помогают, да, вот мы говорим, прям как у Бога за пазухой живём, да, то есть всё вовремя, всё хорошо, события, всё, что вы там не запланируете, всё, что не подумаете, у вас всё прямо получается. Поэтому неделя очень-очень продуктивная, очень интересная. И вы знаете, даже если она такая очень активная у вас будет, вы всё равно найдёте время отдохнуть. просто, ну, не то чтобы побыть с собой, но любите медитировать, медитируйте, любите гулять, гуляйте, то есть вот это вот состояние, когда спокойно, ровно, хорошо, оно у вас будет. Вот, следующие у нас девы. Да, девы. Ну что, события для дев на следующую неделю. Ну что, у дев тоже всё прекрасно. Прекрасное здоровье, хорошее прям. Даже не то, что, так сказать, настроение, да, вот вы живёте в своё удовольствие, неделя начнётся прекрасно, вы занимаетесь собой, дарите себе любой момент удовольствия, и это прекрасно. И вы знаете, у вас даже такая неделя будет, когда к вам будут приходить и говорить, вот там, посоветуй, помоги, подскажи. Вот, и вы знаете, и вы прям с лёгкостью, ну, будете вот, ну, вот помогать, да, вот словом, действием, да, вот, и люди будут просто благодарны за то, что вы, ну, вы будете, знаете, вот как покровитель какой-то вот такой, для, для вашего окружения. Так что, очень неделя такая у вас тоже интересная. Ну что, следующие у нас весы. Какие события, что-то весов на следующую неделю. Ну что, весы. Неделя у вас будет очень положительная. Вы получите очень много информации. Вы прям, вы знаете, захотите планировать, планировать следующую, то есть, следующую неделю, через неделю, да, у вас прям, вы знаете, от той информации, которую вы получаете, вы прям захотите вкладываться, да, прям распланировать себе всё. И вы знаете, это даже очень важно будет для вас, потому что вы действительно запланировали для себя очень какие-то моменты, и вы хотите всё успеть. А для того, чтобы нам что нужно, всё-таки какое-то планирование. И для вас это будет очень важно, потому что каждый, каждый день, который, или каждую неделю, что вы запланируете, и спланируете, это для вас будет, ну, как бы это самое вычеркнуло, да, то есть, это будет для вас даже, как бы, момент успокоения, да, я успел, я сделал, да, то есть, я вот молодец, вы даже себя можете похвалить, потому что вы действительно такой, ну, человек не то, что делал, это же человек слова, да, вот сказали, сделали, и это для вас будет очень-очень важно. Вот, такие у нас небольшие получились раскладики, то есть, информации было немного, но, надеюсь, для каждого было что-то такое, что вы для себя сможете взять, вот, и, как бы, какой-то совет, или всё-таки какая-то информация будет для вас всё-таки. Вот, ну что, на этом я буду заканчивать, вижу, вопросов нету, значит, всё хорошо, если что, заходите, пожалуйста, на канал, на телеграм-канал, и задавайте свои вопросы. Всё, я всех благодарю, всем желаю прекрасного времени суток, и мы встретимся с вами на следующей неделе. Всё, всем пока, всем здоровья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok